Не хватает монет на ФА-16? Хочешь себе классный состав или просто открыть паки? Обращайся к продавцу монет Никите Парфенову. Качественное обслуживание, низкие цены и быстрая доставка. Ссылка в описании. Давненько не было рекламы, дорогие друзья. Так что сегодня я вам рекомендую игровой канал Просто Герман. Парень снимает неплохие видео по FIFA и Minecraft. Все видео по Minecraft неплохие. Также у него есть интересная рубрика Football Battle. Ссылочка в описании. Смотрим и подписываемся. Всем привет, дорогие друзья. С вами... И жирный, и тупой, и большеротый болтун. И сегодня я сниму самое красивое видео. Но это не означает то, что я данное видео буду записывать в компании какой-нибудь знойной красотки типа Меган Фокс, Виктории Блэк, Кончиты Вюрстну или объекта дрочки всех школьников Хлои Морец. Хотя я с трудом представляю, как можно дрочить на сестру Пумбы из Короля Льва. Это все потому, что, во-первых, все фиферы геи, в том числе я. Во-вторых, у меня есть девушка. И, в-третьих, идея видео совсем в другом. Сегодня я соберу драфт даже без желтых линий. То есть все линки будут красными. То есть, если верить Задорнову и всей его славянской чуши, про то, что хуй это название иголки от елки на старославянском, то слово красный это есть слово красивый. Так же говорила моя училка по литературе и русскому языку. А у нее были большие сиськи. И я верю всем, у кого большие сиськи. В принципе, это все, что я смог запомнить из курса школы. То, что красный это красивый. И то, что у нее были большие сиськи. Ну и чтобы не мучить вас долгим выбором состава, чтобы не тянуть кота за яйца, кысе, успокойся, у тебя их нет, мне поможет моя волшебная нож-хлопушка. Дубль первый, кадр первый. Поехали. В общем, вот такой вот состав я собрал. Его позывной. Тонкая красная линия. В нападении просто мега охуенская карточка Луиса Суареса. Данная ему за покорение великих спортинга и, по-моему, депортива. Между прочим, она недавно выпала одному парню из Крыма. Видимо, это гуманитарная помощь с запада. Просто по-другому такое везение я не могу объяснить. Левее играет наглая рыжая морда Ройса. Справа от него Кащей Демария. В центре у нас играет... Гандоган. Чуть правее Стивен Джерард. Надеюсь, что он не будет сегодня заниматься фигурным катанием. Джессика Альба. Хипстер. Девиз всех шлюх даем. На ПЗ у нас играет балерина. Вот такой вот состав. Все красное. Вперед, Советский Союз. Правильно, блядь. Мда. Легче в МДК найти смешную картинку, чем найти оппонента в драфте. Наш оппонент в очень потешной форме. На ней рекламы просто больше, чем в моих видео порой. И чем в моем паблике. Вот кто реально продался. Скорее всего, это блядский читер. Вот вроде бы первый адекватный оппонент. С довольно-таки бодрым составом. Но он не знает, что ждет его сейчас. Он, наверное, просто ржет над моим составом. Но у меня это эксперимент. Так что я проиграю, видимо, во имя науки. Ереван-ФК и Париж-ФК. Довольно-таки забавное название. Я не знаю, что объединяет Ереван и Париж. Но разве что и там, и там живут люди с большими носами. Но... Ну и эта мразь тоже оказалась читерна. Так, у типа форма первого дивизиона. Это довольно-таки серьезный задел. Он меня пытается, видимо, напугатить. То химии вновь. Состав тоже солидный. Кроме Лео Вазащик. Где он этого бича нашел? Хотя бы побрил бы его. Чтоб смотрелось не как бомж. Знаете, моей мечтой сюда было побывать на Сантьяго Барнабео. Но если Сантьяго Барнабео окружают какие-то, блядь, черные клопы. То я не хочу этого. Вновь они. Если приглядеться, вот, например, в нижнюю часть экрана. Вот другой клоп. Вот поп. Я понял, почему этот чувак в начале матча давал мне пасы. Я понял, зачем он это делал, чувак. Я такой думаю, нахуя он мне дает пасы? Типа, он же с химией. Вроде весь такой пиздатый на понтах. Думал, что он читер. Я уже подумал, что он читер. Но, видимо, он подумал, что читер я. И что я из тех читеров, которые забивают сами себе. Был он сейчас удивлен, наверное. Нихуе вот так. Ебать я, Шерлок Холмс. Ну и как вот тут мы не забиваем. Еще и Суарес получает пиздуля. Но за такой пиздюль почему-то получает похвалу от Вальдеса защитник. Вместо того, чтобы получить пенальти и красную карточку. Окейно. Ну вот тут можно пробить неплохо, но... Но будь там игрок с ногами вместо, блядь, двух коряк. Возможно, и удар был бы неплохим. Ну это совсем какой-то отстойный гол, дорогие друзья. Мы пропускаем. Вообще все голы, которые пропускаю я, это отстой. А все голы, забитые мной, это просто шедевр футбольного искусства. И что-то происходит с нападающим. Это был, по-моему, Месси. Он бегал там по кругу. Водил ких-хороводу вокруг елки. Ну, то есть вокруг дерева моих защитников. Но это был Санчес. Это давай, балерина, ты же, блядь, быстрый, как пиздец. Неплохой отскок. И гандоган. Что это за удар? Боже мой, на дыму очки. Подарить это пенальти. Я уж думал, гандоган там совсем плохо. Но пенки я бью не очень здорово, поэтому пенка для меня это далеко не гол. И правая девятка, она за мной. Как говорится, снял паутинку, отпиздил паука. Ну, или, как говорится, сняла трусы, вставая раком. Это я про Вальдеса. Знаете, мне кажется, шансов в этой дуэли у Буфона было маловато, и у Басуарес 97 это просто пиздец для любого кипера. Даже Пантелеймону не поздоровилось бы. Ройсик, Ройсик, надо класть! Ну и, блин, вот почему Вальдес сэйвит, а Буфон нет? В чем разница, блядь? Ну тут-то, тут-то, боже мой, косоглазием, видимо, заболели все наши игроки перед матчем. Щечкой бил в дальние. Ужас. Мимо, блядь. Расстреляй. Правильно, блядь. Плохо пробил щечкой, после матча получишь за щечку. Давай, Демария, блядь, вызывай всех скелетных лучников, заебавший ты просто. Вторая пауза за матч, что он там делает, блядь, с парнем своим обнимается, что ли? Третий удар в створ, третий гол. Буфон играет с великолепием, блядь, Саши Грей, то есть дыркатающая. И вновь пауза, блядь. Возможно, он каждый гол празднует, зовет гостей, открывает бутылку шампанского. Мол, парни, друзья, девки. Вау. Ну, гандоган, выручай Россиюшку. И своей палочкой протыкает буквально защиту оппонента Демария. Давайте-ка поздравим Демарию с Галясой, нашего 15-килограммового Галеодора. Ну что ж, будет четвертый, да, дорогие друзья? Четвертый удар в створ, четвертый гол. Поздравляем Буфона с этой потрясающей статистикой, как говорится, традиции, дело великое. Странно, что у меня Суарес так не тащит, то есть, как бы, Ройс у меня бегает, Демария обостряет, а Суарес тупо болтается, как дерьмо в проруби. И сейчас отпиздил задницей кого-то из моих оппонентов из TVG, покажи класс! Я, по словам класс, подразумевал нечто другое, а не этот уебищный удар. В общем, дорогие друзья, мы проиграли. Но что здесь сказать? Когда у тебя не стоит, ну, в смысле, вратарь, то, само собой, ты проебешь. Удары в створ 7 против 5, голы 2 против 4. Я умываю руки. Возможно, эти паки смогут меня хоть чем-то обрадовать, хотя, знаете ли, искать в них хороших футболистов, это все равно, что как искать алмаз в мусорном баке, но вдруг запускаем у Сача один рарный предмет и тот Соп Хави Гарсия. Кстати, Мбакани совсем недавно появился в Ultimate Team, так что, возможно, он даже чего-то и стоит. Давайте-ка проверим. Да, такой молодой, такой уже нахуй никому не нужный. Во втором паке мне упал какой-то старый алкоголик из Бразилии, видимо, всю жизнь проведший на пляжах Капкабаны. В паре с ним еще один лысарь, более позитивный. Мустафа, аргентинец Мустафа, ну, типичная аргентинская имечка. Помнится, вы все говорили, что вам надо атлас? Вот и он. В общем, на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока, не болейте. Вот такой вот получился эксперимент. Не шибко удачный, но в этот раз я играл неплохо. Хоть и счет показывает то, что играл я, как обычно, уебанский. Но вы все видели сами. В общем, не забудьте поддержать данное видео лайком. И все, кто поставит лайк, вам сегодня вечером зайдет роскошная, пышногрудая девица и сделает вам домашку. А вы хули подумали? До встречи. С вами был я, Антон Чейз. Пока. Продолжение следует...